значит уважаемые слушатели вот мы с вами убедились в том что характер переходит определение определение приходит характер и вот изменение нечто уже положено мы предвидели что нечто будет изменяться с вами приставала как в себе изменяющийся когда мы говорили что есть момент равенство себе момент неравенство себе но вот полностью изменение что в развернутом виде пристало и насчет когда мы наблюдаем переход характера в определение определение характер значит вот теперь мы можем что отметить что у нас есть два нечто да мы знаем что два нечто у нас есть и они соотносятся с собой уже не так как помните соотносились нечто иное когда мы только их вывели что брать за нечто что за иное они независимо приставали друг от друга и они были внешними по отношению друг друга а вот здесь переход на характера и в определение определение характера говорит о том что бытие для иного да это собственный момент каждого нечто и каждое нечто равно себе лишь снимая свое отношение с другим нечто это означает что каждое нечто из себя соотносится с другим нечто вот так они теперь представим не просто плавающие как там молекулы где-то нет а если в себе бытие лишь и здесь как снять их бытия длину то тогда действительно это бытие длину характеризует соотношение нечто из самого себя с другим нечто ну и как они соотносятся эти два нечто ведь они два нечто все таки мы говорим о том что два нечто значит они соотносятся через эту определенность которая есть определение и характер это определенность общая для этих двух нечто но поскольку это определенность есть определение да поскольку каждое из них равно себе благодаря тому что она снимает это бытие для иного то тем самым определенность как будто бы разводит два нечто потому что вот не допускает потому что мы снимаем быть или иного значит мы снимаем другое нечто и в то же время поскольку как мы говорили характер переходит определение твой сохраняется и единство этих двух нечто и вот такая определенность который сводит два нечто смыкают два нечто и в то же время их разъединяет это граница вот границы еще раз говорю что мы перешли прямо из после того как рассмотрели переход определение характер характер в определение это очень интересная категория граница да и можно иллюстрировать многим примерами что любая граница это определенность которую и разъединяет и соединяет два нечто пространство или граница мы с вами находимся в одной аудитории это пространство до нас не разъединяет и в то же время благодаря этому пространству мы общаемся потому что если бы не было этого пространства мы бы тогда с вами не улавливать и волны и тогда бы наше общение только с велозимых зрительного да но тогда это определенность главы скачать эти волны которые воздействуют наше детьми нервы граница бывает скажем между классами вот это тоже очень интересный вопрос если брать пример из общества ну скажем как мы определяем рабочий класс ну это класс обычно городских рабочих современный рабочий класс то есть занятых производительным трудом до класс который занят производить в том создатели материале углу в рамках крупной машин индустрии но что такое производительный труд вот это как раз труд результат которого есть производства вещей полезных энергии или перемещение пространстве вещей но они производительный труд но это то что связано с казание услуг да или создание образов художественных сферы искусства или создание новых идей так вот есть две группы больших трудящихся а есть между ними границы есть кто надо только в жизни внимательно посмотрите мы сразу найдем границу этого старый вопрос скажем вот возникал вопрос важный для статистики сферы торговли она к чему относится в сфере производства не производстве дать посмотрим какой труд там преобладает или какой труд там приставлю что делают работники сферы торговли перекладывают занимается переноской да со склада понес распасовкой занимается занимается значит отрезают нарезают упаковывают но точно рабочий производительный труд а потом что еще делает ну да то есть смотрит за тем чтобы вы дали денежки да и которые соответствуют значит цене вот этого товара вот современных современных условиях контролирует смотрят как вы там что делаете тоже могут отдельно любить но и продавцы тоже это делают советует вам все будет купить и эту свежая хорошая это что производить но это точно непроизводительные услуги вам оказывают они так кто они эти работники как вы их определите они не рабочие хотя что-то делают рабочие от рабочих и они в то же время и не только работники сферы условий потому что они только услуги оказывают кто они они граница они граница между рабочими и не рабочие между производительными работниками и непроизводительными работниками и вот по другому это никак не не скажешь поэтому чтобы мы делали в науке вообще без понятия граница но тогда бы вот мы бы с вами очень многое потеряли в общем мы тогда вы не увидели связь с как явлений а если пойдем дальше мы увидим насколько важна граница для понимания и перспектив развития скажем социализм и так вот смотрим и теперь на эту границу как нечто которые теперь имеет границу значит роль границ в отношении к нечто благодаря этой границе нечто прежде всего есть почему потому что граница не допускает другое нечто значит благодаря этому нечто есть и точно также 2 есть что есть только потому что границы не допускает первое нечто до отрицание отрицательное отношение бытием ли иного вот она проявляется в себе бытие то равно себе потому что не допускает другое нечто а если бы допуск если бы не было такой границы значит что-то сказать поглотила в одно нечто другое мы вы имели тогда имели какое-то одно а второго бы не имели так вот благодаря своей границе нечто есть это так здорово и радостно что граница нас спасает взаимодействие но на вторая мысль более такая грустная так будущее ограничивающим благодаря своей границе нечто оказывается ограниченным мы не допускаем значит благодаря границе что-то в себя но значит тем самым и мы ограничиваем но тем самым то что не допускаем то остается внешним по отношению к нам значит это же ним а в этом смысле у нас нет говоря нашей границы то есть нечто есть благодаря своей границе и нечто не есть боясь в а свои границ потому что не допуская друга нечто оно чем самым остается вне этого нечто а другой ни что есть не есть первое что ли несколько не есть тоже благодаря своей границе но это знаете если вот такого бы не было вышло так же как помните в мертвых душах помните был такой этот ноздрев такой был шлопутный какой-то бешабашный вот по этот лес моя территория и за этим лесом тоже моя а границы говорит ну тогда извини тогда это вес не границы шлопута потому что но это же не могло быть значит на самом деле это болтал на самом деле это была граница но с его точки зрения это все ерунда такой человек бесцеремоний чего что там церемоний сама я границ не моя вот но поэтому значит вот мысль очень важно о том что нечто есть благодаря своей границе и в то же время для своей границы нет но в чур тут удивительно значит вот значит граница не пускать нас отграничивает и нашу территорию спасает и отделяет от границ соседнего государства да мы благодаря этому есть они на нас не влезли да но в то же время соседние государства тоже тем самым сохраняется благодаря этой же границы то есть нас там нет за этой границей для них нет нас нас благодаря этой границы там них нет значит у нас нет тоже говоря границ это очень важно хорошо ну хорошо значит вот давайте теперь посмотрим на эти два нечто которые имеют границы между собой но сейчас мы говорим не границах государства конкретных так далее а вообще не значит значит вне своей границы можно сказать что не что если его нет до в этой границе то он тогда то нечто находится вне границы ну давайте посмотрим что означает нечто вне границы на личное бытие а другое нечто которое если мы возьмем вне границ она что из себя представляет тоже на личный бытие а как вы их отличить просто на личное бытие все то есть тогда они тождественные границы это просто на личное бытие вообще вне границы их определенность просто на личное бытие а помните начинали на личное бытие нужно было до определенности так и здесь то есть у нас вошло в границу границы на приставить они вне границ существует все она там вот она сама по себе гуляет тогда просто на личное бытие очень хорошо а что тогда граница из себя представляет это общее их им различие общее что вообще не могли их различие или им различие границы вне вот этих на личное бытие просто общем если они как не границ существует это общем различие они отличаются границы это отличается границы и это отличается от границы значит это общее и в различии и что тогда получается и получается что у нас есть мы уже их не можем рассматривать как два отдельных нечто у нас есть нечто которое со своей границы взят с момент то есть приближающим рассмотрением и эти два нечто уже не можем отличить друг от друга нас осталось одно нечто ограничить одно нечто своей границы благодаря которой она есть и в то же время не есть это раз таким образом что нечто со своей границы которые указывают на свое небытие потому что они не есть границы как на свое бытие вот какой сейчас у нас есть нечто указывает на свое небытие как на свое бытие она есть была граница и в то же время не благодаря границы что означает вот гегель это так то и так что указывает на свое небытие как на свое быть и то есть она на самом деле переходит через свои границы. Вот такое противоречие. У Гегеля очень интересной иллюстрации здесь есть. Точка, граница, линия. Потом он говорит, нет, это не просто граница линий. Это не просто то, что отличается от линий. А сама линия, это разве не движение точки? Поэтому граница, это, как он говорит, первоначало линии. То есть, движущие точки, это сумма точек, это и есть. Или движение точки образует эту линию. А как еще образуется линия? Движение точки. То есть, тем самым граница, это не просто что-то такое, что в чем нечто нет, или какая-то такая, беря это, например, точка, с которой только начинается нечто, или в которой его, наоборот, нет и противостоит ему линии точки, линия противостоит. А это собственный принцип. Собственный принцип нечто. То есть, выражение его бытия. Это очень интересно. Получается, что нечто указывает на свое небытие, как бытие, благодаря этой границе. То есть, отрицательно с ней соотносясь. Вот, если проводить, вот, привести пример, который мы с вами рассматривали. Ну, хорошо. Вот, есть социализм, с которым есть рабочий класс, есть нерабочий, и есть граница между ними. Они, вроде бы, с нее начинаются, или, наоборот, она им общее различие, потому что их нет в этом. То, что их разъединяет. А вот, если посмотреть на развитие социализма. Граница, значит, как будет выглядеть развитие социализма? Вот о чем вы спрашивали, да? Значит, надо уничтожить классы. Убирается граница? Убирается граница, или что происходит? А не наоборот ли? Не расширяется ли граница? Все большее количество людей, начиная, сочетая своей деятельности. Труд производительный, труд непроизводительный. Вот эта мысль Гегель о том, что, значит, граница, точка – это принцип образования линии. А здесь принцип развития, значит, уничтожения классов. Разве не в этом стоит? Что мы эту границу все расширяем. В итоге все равно останется какие-то границы. Для каждого члена общества? Да. До охвата каждого члена общества. До охвата этой границы каждого члена общества. Только тогда это не будет в общей границы никакая. С чем будет граница? То есть, я хочу сказать, что мысли Гегель стоят о том, что граница – это вот такая штука, которая, говоря о которой нечто и есть тоже, да? И вот, и то, что вот это противоречие, переход через границу и так далее, значит, ведет к тому, к развитию этого нечто. Вот здесь можно посмотреть, здесь он свои примеры включил в основной текст. Обратите внимание, это не примечание. Вот где рассказ о том, что точка, значит, ограничивает линию, а потом выясняется, что сама линия из движения точки и так далее, что это ее принцип. То есть, это более значимо на самом деле. Казалось, что это граница. А видите, принцип – это то, благодаря чему есть, так сказать, существо этого дела. Вот и в нашем случае граница, видите, какая роль будет границы, расширение границы между работниками производителя и производителями труда, это и есть развитие социализма. Вот вы спрашивали, развитие социализма в полный коммунизм. Ну, как перейти? Ну, расширять эту границу. То есть, я хочу сказать, что очень уважительно надо к границам относиться. А что происходит с границами, так уж между государствами? Стирается. Вот, скажем, границы между там дружесной страной. Так это вообще ее уже нет практически. Вот в Евросоюзе граница. Вы проехали границу страны, да, и не видите, что это граница вообще. Она уже стерла. Да, принцип – это грация. Вот она связывала, 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 видите, и разъединяла. И вот теперь уже так соединилась, что и она сама тоже только чисто номинами остается граница. Или граница для завоевателя. Капитализм – это и хорошо границ нет, и воевать не стоит. Ну, да. Капитализм же тоже, получается, границы стирает? Нет. Вот капитализм, эти границы… Между классами или между государствами? Между классами. Между государствами он же стирает. Ну, как стирает? Да, стирает. Ну, вот если мы идем в виду Евросоюз. Стирает границы, конечно. И таким образом можно стирать, совершенно верно. Ну, помните, всякая проблема, так сказать, завоевателя. Значит, завоевав новую страну, ты получаешь новые границы. И эта проблема с новой. У тебя новые враги. Значит, ты должен, чтобы отодвинуть врагов, значит, еще одного. И все время это вот… Ну, это уже в другом относится. Бесконечный прогресс. А? Ну, серьезно, Евросоюз уже объединился, границ там практически нет. Ну, мы сказали, что граница вот… Она перерастает в себя. То есть, граница, которая смыкает, вот она и начинает… Таким образом, так сказать, из этого вырастают такие связи, что уже она сама перестает без границ и становится… Как это? Связь, да? Доминирует связь, и она уже перестает от границ, вроде как. Вот то, о чем Гегель выявил, что… Граница как принцип. Вот линия. Точка как принцип линии. Так и здесь. Граница, казалось бы, небытие. Вот то, что разъединяет, она, видите, она превратилась в общее пространство. Развернулась граница. В общее экономическое пространство. Да, это, конечно, отражает развитие производительных сил. Но при капитализме, ну, не знаю, насколько устойчиво вы видите. Значит, Brexit вылетело тоже. Поэтому не факт, что так все здорово пойдет. Народ не особо доволен, насколько я слышал. Франция, Германия, основные… Скажите, где народ доволен? Вот именно народ трудовой. В Китае. Я думаю, что там тоже есть граница, потому что, значит, что является границей коммунизма. А там же еще граница вообще переходного периода. Там ведь по отношению к коммунистическому укладу граница, значит, всякие, так сказать, другие уклады есть, да. То есть, там граница очень… То есть, весь переходный период – это граница между чем? Между капитализмом и коммунизмом. Можно так рассматривать. И что там очень все здорово. Там… Насколько я вот с ребятами общался, довольны они. Они на прошлый год приезжали тут у нас на охоту. Ребята довольны или рабочие, которые на этих ребят трудятся? Ты знаешь, там ребята приехали. У них отдохнуть у нас… Сколько тут? Полторы недели отдохнуть в кавычках, потому что мы ночевали в лесу. Прямо в смысле слова – зимой. Вот. Отдали где-то по 2-3 тысячи долларов за эту поиску каждый. Почему платил у них это все предприятие? Понятно. Ну, вот. Китай, конечно, коммунистическая страна, имея в виду, что там государство диктатуры и патриоты, но вот пока находится в переходном периоде. Конечно, там другого рода проблемы. Другого рода проблемы. И границы связаны с тем, что надо утвердить господство безраздельное коммунистического уклада. А это пока ограничит другие уклады. И здесь много чего получается такого. У них тоже негативно есть. И безработицы тоже есть. И, так сказать, с рабочими днемами все очень в порядке. Там много чего. Экология не очень хорошая. Но, тем не менее, они эти проблемы решают. Они их видят, они это решают. И, так сказать, есть надежда, что все-таки коммунизм утвердится. Это выйдут из-за границы многоукладности. И перейдут в первую фазу коммунизма. Конечно, выигрыш будет колоссальный совершенно. Для всех трудящихся. Но и для мира тоже. Уже сейчас, как Китай, это большой пример, да? Ну да, у них сокращается рабочая неделя, сокращается рабочий день, повышают зарплату. Да? Это если официально все смотреть. Ну, так... Вроде бы, как бы, вот и преимущество уходит, поскольку у них преимущество было дешевая рабочая сила, а если заработок растет... Так это преимущество по отношению к чему? Это в отношении... К тому, что здесь... Ой, как хорошо. Мы сейчас придем к вам, капиталисты, говорят. Потому что у вас дешевая рабочая сила. И дай бог, чтобы это было дольше. И что там хорошего с точки зрения коммунизма? Китайский капитал, по-моему, в те же рамки стал, в те же рамки. Да, конечно. И сейчас свищает сам рабочая сила в Африке. Да. Капитал. Да. Коммунистические уклады и хорошо. Так, собственно, себя там раскрывают. Они сейчас роботов развивают по полной. Да. Совершенно верно. Поэтому у них... У них получается так, что как бы у них рабочая сила не нужна. Нет. С каждым годом рабочая сила все меньше и меньше нужна. Но их количество растет. Это означает, что... Что это означает? Вы не пугайте только роботами, так сказать, китайцев. Это означает, что можно сокращать рабочие деньги. Вот и все. То есть это будет как раз путь к уничтожению класса. Значит, вот поэтому... Граница, видите, как интересная, какая штука. Вот она граница, так сказать... Нечто есть благодаря своей границе, это тоже очень интересная штука. Нечто есть. Вот социализм как коммунизм есть благодаря тому, что граница вот эта вот расширяется. И наоборот, если эта граница... Если вот этот процесс сочетания и перемены труда хереет, то тогда мы переходим вот к настоящему классному обществу. А вот такой процесс был. Вот мы отмечали 100-летие комсомола. И что... Вы не помните, чем комсомольцы занимались? Значит, раз в месяц в году все комсомольцы, я имею в виду, что студенты, если вы брать студенчество, да, это большое, это ряд был. Несколько миллионов человек. Значит, были производительными работниками в деревне. Подборка, прополка и так далее. Значит, половина комсомольцев дополнительно два месяца в году строители. И это что, разница сочетания? То есть, они не только были заняты в сфере непроизводства. Точно так же, скажем, и мы их... Нас отправляли на прополку, вот, преподаватели. И... Ну, переборку овощей там, на базу мы ходили. Ну, конечно, так говорили. Ну, вот, что же там? Что же? Это некоторые измущались такие люди. Белорусские вдруг. Откуда барство вылилось? Я не знаю. Это нормальный путь. А почему есть люди, которые жди только, чтобы перебирать, так сказать, картошку или яблоки, что ли? Кто на что руку надел? Ничего, ничего. Набелись, вы не беспокойтесь. Мы тоже там нормально справлялись. Я считал, что именно комсомол решил проблему большого количества смертностей среди младенцев в деревне. Да и это, наверное, тоже. Да много чего решил. Да? Почему? Благодаря тому, что тоже, так сказать, эти люди выполняли производительный труд. То есть, это было стирание. Много еще было. Хорошо. Значит, если вы уходите за себя, если нечто уходит за себя, то есть оно выходит к тому, где его нет. Там, где нас нет, там и заканчиваемся. То есть, в этом смысле мы можем определить вот такое нечто, выходящееся за себя, выходящее за себя, за свою границу. А граница, она весь берегеновеса, она выходит за эту границу. То есть, выходит за себя. Как? Конечная. Потому что выйти за себя в свое небытие, а небытие – это твой конец. Вот смысл такой. Почему конечная? Твое небытие – это твой конец. Нет у тебя там. Нет. Нет. Ты кончаешься в рамках своей границы как бы. То есть, выход за границу, который у меня нечто, а нечто выходящее через свою границу – это конечная. Вот мы к такому пришли нечто. К конечному нечто. Вот когда появляются мысли конечности. Переход за свою границу, за свое бытие. Ну, к чему? К небытию. Эту мысль мы тоже надо зафиксировать. Если я нечто благодаря своей границе, то выхожу за эту границу, значит, я перехожу к своему бытию. Ну, а что мы к тому, где меня нет. Вот к концу. Тем самым. Ну, спорно как-то. Почему? Ну, может к чему-то хорошему. Ну, может к чему-то хорошее. Границу я долел и… Ну, как-то вот. Полетел. А человек разве вот к концу не идет в сумму? Нет. Вот живет, живет, живет. Он все время за свою границу старается вытихать. Он же и в то же время двигается, развивается как-то. Да, да, да. Граница расширилась. Да, да. А, понял. Расширение границ. А что дальше будет? А что дальше будет? Временная граница. Да. Он замуж радуется. Я понял. Вы тогда берете уже человечество. Совершенно верно. Решение будет в этом. Конечный, так сказать, перейдет до бесконечного. Но это вот следующий большой этап, который мы должны отдельно рассмотреть. А пока мы вот пришли к тому, что всякое нечто становится закономерным. Выступает как конечное. То есть, выходящее за себя. К своему концу. А расширение границ тоже будет как-то потом рассмотрено или нет? Нет. Вот на этом, я думаю, можно закончить. И к следующему разу давайте опять. Я хочу отметить, что уже сегодня увереннее было прохождение насчитанного материала. Вот. Вот. Очень здорово. Но я хочу пригласить все-таки к участию в обсуждении активному. Да. Я не сомневаюсь, что вы очень много уже здесь взяли. Вот. Но вы понимаете. Поэтому, так сказать, уже стало время, когда всем надо говорить, всем надо выводить и тем самым закреплять, достигнуть нам успехи. Так, Кристина, я понимаю, что вам кажется, что мы так далеко ушли. Мы все такими круглыми глазами глядяем. Сначала. А потом, видите, уже так нормально все. Так что. И вы тоже. Моляюсь, наши успехи вам в этом деле. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok